Добрый день! Наш сегодняшний блог связан с новой идеей, которую мы нашли опять же в трактате Брахот. Принято считать, мы знаем, что это распространенное мнение среди людей, что всякие духовные сущности обитают на кладбищах. Ну или русская поговорка «в тихом омоте черти водится», люди не знаю, насколько воспринимают ее буквально. Так вот, очень интересно, что геморав в трактате Брахот говорит следующее. Есть, оказывается, закон, по крайней мере он был принят в их времена, что нельзя, закончив вечернюю молитву, оставить своего друга домаливаться одного в загородной синагоге. Почему? Геморав объясняет, поскольку он будет бояться возвращаться, поскольку есть много духовных сущностей, которые его подстерегают по дороге, и поэтому, если ты его оставил, он хочет с тобой успеть вместе вернуться, и поэтому он домаливается плохо, вся его молитва как бы комкается, и тогда тебя как бы за то, что ты заставил его скомкать твою молитву, тоже накажут. Твою молитву тоже разорвут на части, как ты, собственно говоря, послужил причиной разрывания на части молитвы своего товарища. Я помню, что в Яшиве наш Машгер говорил, что те ребята, которые заканчивают молиться и начинают болтать, он говорил, что ничуть не хуже, если ты мешаешь своему другу молиться, ничуть не лучше, чем то, что описано в геморре. То есть, если ты заставляешь своего друга скомкать молитву, твоя молитва точно не будет принята, то, что написано в геморре. Но мы сейчас не об этом, мы о другом. Мы о том, что здесь, собственно говоря, написано, что в их времена всякие духовные сущности, они находились буквально, так сказать, как бы в районе синагог, и мы находим, что геморра говорит, что вот эти вот вещи называются мазики, дословно вредители или ущербители. То есть, эти вредящие духовные сущности, они на самом деле, говорит геморра, они как бы вокруг нас, как вокруг лунка, вокруг грядки. Есть мнение, что их там десятки тысяч с правой стороны и тысячи с левой стороны. И именно о них говорит царь Давид в 91-м псалме, вернее, в псалмах царя Давида, 91-й псалом, когда он говорит, что упадут, если ты правильно живешь, с твоей правой стороны 10 тысяч, а с левой – тысячу, да, это полимцитха элев урбавами минеху, да, все правильно. Мисмолха элев урбавами минеху, да, у тебя будет с левой стороны тысячу, а с правой – десятки тысяч будут падать. Да, имеется в виду, как раз вот эти вот духовные вредители, они будут падать, если ты живешь со Всевышним, живешь по Торе, Всевышний тебя от них от всех сохранит, охранит и так далее. Теперь Гемора говорит, что именно вот эти духовные сущности, в принципе, есть какое-то такое условное название черти, да, они создают состояние тесноты на уроках, там, в их времена были такие уроки огромные, собирая как бы в шаббат целыми городами, да, вот эта теснота, которая появляется, да, и люди приходят и не могут ничего воспринимать, говорят, это тоже, они там наполняют, что называется, пространство, да. И одежда у мудрецов Торы, они трутся об нее, она тоже, так сказать, как бы трется из-за них. И что еще, слабость в коленях у мудрецов Торы, она тоже из-за них, из-за вот этих вот духовных вредителей. Почему они на самом деле имеют своей целью нападать на мудрецов Торы, как правило? У них есть как бы такая, они, поскольку они как бы представители, так сказать, что называется такой, назовем это условно, нечистые силы, и у них чем чище, чем святее, там, туда им меньше всего нравится, там им меньше всего хочется, как бы, чтобы оно существовало. То есть они как бы все время, теперь интересно, что геморраг говорит, что если бы у них была бы, снять бы с них возможность, они могли бы видеть неограниченное, тогда бы никто бы не устоял. А Всевышний как бы их держит, как же называется, в таких, в масках таких, называются они, называют ее форма, да. И поэтому это человек, который грешит, маска это снимается, и вот эти вот ущербители могут ему навредить, да, вредители могут навредить. И поэтому, как бы, одно из объяснений, что Всевышний как бы держит их, ну, как бы таких, в качестве карателей таких, да, если можно сказать. А есть другое мнение, что если бы мы их видели, мы бы просто их все время боялись. Всевышний сделал с нами такое милосердие, да, что мы их не видим, да. Но, интересно, да, что мы хотели сказать, что они обитают не только на кладбищах, да. Мы потом поговорим, может быть, про кладбище, да, как они обитают на кладбище, но они обитают во многих-многих пустынных местах, понимаете. Они обитают в пустынных местах, в заброшенных зданиях, в лесах, да, и в их времена они бывали даже в загородных синагогах, да. Так вот, поэтому геморраг говорит, что нужно всегда ходить вдвоем, не оставаться одному, поэтому именно они читали шма перед сном для того, чтобы оградить себя от вот этих вот всех духовных сущностей. Но Рамбам уже объяснил, что чем меньше уровень нашей святости, тем меньше и уровень несвятости тоже. То есть, на самом деле, вот это вот все вот эти вот, как бы, грубо говоря, нечистые силы, они проявляются активнее в то время, когда есть очень активные чистые силы, святые силы. Тогда, как бы, они являются их противовесом для свободы выбора или же для испытания, или же для того, чтобы, как бы, если святая сторона, она выглядит явнее, она, как бы, очевидна в мире, нужно ей для равновесия, для свободы выбора составить явную какую-то такую, оппонента какого-то, ну, показать, как будто бы, иначе не будет свободы выбора. Вот, а в наше время, поскольку и святая сторона, она очень сильно ослаблена, поэтому и они, так сказать, собственно говоря, вот эти вот все духовные сущности, они, на самом деле, тоже проявляются намного слабее. Но это, как бы, так вкратце для блога, конечно, можно это еще углубить. Спасибо большое, будут вопросы, можете писать. Спасибо. 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 Спасибо.